МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Номер 2117 с августа 41 по август 42 и номер 3213, действовавший с июня 43 до июня 45. На территории здравницы до сих пор сохранились два здания, которые тогда использовались под госпитали. Это водонапорная башня и дача генерала Куропаткина. Раненых с поля боя доставлялись военными железнодорожными поездами, так называемые санлеточками. Почему? Потому что требовали быстрой разрузки и в свое время наказание медицинской помощи. Затем по мере наступления врагов в госпитале был эвакуирован в район Сухуми. В санатории оказывалась медицинская помощь. Работал пропагандист. Существовало три кружка – струнный, локальный. Вот и встретившие эстафету памяти ученики 8-й гимназии представили гостям и ветеранам литературно-музыкальную композицию «Войны не женское лицо». Ребята читали стихи, пели и танцевали. И это не единственный их вклад в юбилей Победы. Школьники ведут и активную поисковую работу. Я считаю, вот в этом главная доминанта нашей акции в том, чтобы еще раз прикоснуться к истории Великой Отечественной войны. Прочувствовать это, пропустить это через сердце, пропустить это через душу. Осознать, а каково было тогда, 18-летним, в далеком 41-м, вот так вот уйти на войну, вот так вот встать под пули. Лишь немногие из тех, кому тогда было 18, сегодня живы, тем ценнее история, которая говорит устами участников самой кровопролитной войны. В завершение мероприятия ветеранам вручили цветы, но самый главный подарок – это внимание и слова благодарности за подвиг. Через неделю Знамя Победы примет санаторий «Золотой колос». Это будет уже 12-е по счету санаторно-курортное учреждение, участвующее в эстафете памяти. Всего в акции их задействовано 15. Продолжение следует...